Можно, конечно, и на зрителя посмотреть, правда, можно забыть, что рядом партнерша. На мой взгляд, танцы деградируют. Во все времена были хорошие пары и слабые, скажем так. Потому что убрали естественную механику, когда люди могут вестись в естественном способе, они мучаются, то есть они переживают танец на паркете. Выразительность тренирует, не допущение, тренирует выразительность лица, а тело невыразительное. Звукооператоры, это им на откуп отдано, вот как они понимают, так и играют. Четыре четверти – это значит ча-ча-ча. Но там акценты не те абсолютно. Ну не те. Какая должна быть музыка – электронная или оркестровая? Любая, но талантливая. Как говорят сейчас ведущие специалисты, они фигачить. Они не понимают танцора, что есть начало шага, что есть конец шага, заканчивается шаг, начинается следующий шаг. Вот если взять ча-ча-ча и самбо, выключить звук – ты не поймешь. Только когда пара рванет на променадный бег – ах, ну слава богу, это самбо, все, догнал. Абсолютно непонятно. Фокстрот называется медленный. А на самом деле там от медленного ничего не осталось. Тренеры компенсируют это неумение своего ученика усложнением фигуры. Дело не в величине шага, а в качестве шага. Общее положение дел – что танцоры не понимают, что такое длительность шага. А это техника. Пара танцует не в тайминге. Все должно быть громко и ярко. Громко и ярко. И кто там будет вникать? Успеваете у вас наступать? Не успеваете? Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в гостях у Игоря Кондрашова. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. Сегодня мы хотели бы в такой неформальной, наверное, больше обстановке поговорить с вами о темах, которые беспокоят лично нас и, наверное, все-таки многих танцоров, многих тренеров, многих судей. Ну, начнем с того, что такое вообще танец и что такое для вас бальный танец. Ну, определений танца очень много в различных источниках, в учебниках и в мифологии очень много определений, что такое танец. Бальный танец? Бальный танец? Ну, если это общение двух людей. Мужчина и женщина. Если вдаваться так серьезно, начинать историю бальные танцы начинались когда-то, но очень давно. И это были танцы, в которых были конкретные построения фигур, не было таких вопросов, как взаимодействие, еще не было спорт. Это был способ общения людей, когда мужчины и женщины могли встречаться где-то на балах и возникали или не возникали. Ну, приятно проводить время, приятно касаться дамы, которые тебе, может быть, тайно нравятся, девушке нравятся затрагиваться до молодого человека. Но многое не могли сказать, но танцы они могли каким-то образом сообщить о том, что их волнует взглядом, касанием. Это были одни танцы. Со временем, там, долгая история, трансформация, как это все происходило, появились другие танцы. Более свободные танцы. Те танцы, где нужно было, я клоню туда, где можно было менять шаги, импровизировать. Можно было вставать с незнакомой девушкой и простые какие-то шаги делать. Люди развлекались, отдыхали, общались в то же самое время. И поэтому для меня танцы, это в первую очередь, если говорить о бальных танцах, это способ разговора между мужчиной и женщиной. Общение вариант. Да, 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 да. Через касание, через взгляд друг на друга. Не куда-то в сторону, а я вижу облик милый, любимый. Я что-то хочу сообщить без слов, как я касаюсь, как я трогаю, как я слышу, что испытывает моя партнерша. Для меня это об этом. То есть вполне себе физическими способами? Конечно, конечно. Тактильное общение. Можно, конечно, и на зрителя посмотреть. Правда, можно забыть, что рядом партнерша. О чем было? О чем было и как я, как плохо я выгляжу. Бывает такое, да. Игорь, вопрос, наверное, ответа не получает до сих пор точного. С 98-го, если не ошибаюсь, года бальные танцы стали спортом. Официально были признаны международным олимпийским комитетом. И с тех пор не утихают споры, что такое бальные танцы, спорт или искусство, или и спорт и искусство. Кто-то вообще эти два понятия не разводит. Как вы считаете? Ну, мое мнение таково. То, что подлежит суждению человека, то не является спортом, на мой взгляд. Вы подняли 100 граммов, вес 100 граммов, а я 150 граммов. Я победил. Вы приближали быстрее меня. Я проиграл. Вы победили. А все то, что зависит от человеческого суждения, это не является для меня спортом. Самое интересное для меня, что сейчас, нет, я не вижу, ну, я, ни спорта, ни спорта, ни спорта. Я повторю, что для меня, я сейчас бальных танцев не вижу искусства и не вижу спорта. Все, что сейчас происходит, в общем-то, нельзя бальные танцы на сегодняшний день рассматривать в отрыве от всего того, что происходит в социуме. Все те изменения, которые происходят в кинематографе, в театре, в балете, там еще какие-то другие, все коммерциализировано. И поэтому можно сказать, что это, ну, это бизнес. Ну, прикрываться можно искусством, оформлять его в искусство, можно придавать спортивную форму. Существуют конкурсы артистов в балетах, но это не является спортом почему-то. Там сидит жюри, которые обсуждают что-то после каждого тура, потом принимают решение, что вот эти танцоры проходят следующий тур фестиваля. Они соревнуются, но тоже соревнования, они соревнуются в мастерстве, в артистизме и т.д. и т.п. Но это не спорт, а у нас это спорт. Мы так обозвали. Ну, хорошо, спорт. Все, спорт. Привлекательное название для потребителей. Современные бальные танцы, о которых мы сейчас уже начали говорить, они развиваются или деградируют, на Ваш взгляд? Ну, в своей последней лекции, в марте я читал лекцию на Конгрессе Российского танцевального союза. Там была задана тема творчества и развития бальных танцев. Я на сегодняшний день, я, ну, смотря что понимать, наверное, во-первых, все, что я говорю, это можно оспаривать. Хотя я не считаю, что вот я так прав, это все правильно, что я говорю, возможно, и неправильно, но я ошибаюсь. Но я вижу, что, на мой взгляд, танцы деградируют. В Ютьюбе очень много материала прошедших времен. Очень много. И, к моему большому сожалению, к моему, опять, вопрос, это не вопрос о том, что мы говорим о каких-то вещах, что это вот у нас в России так. Это повсеместно. Это во всем мире. Я недавно вернулся из поездки, и я посещал турниры в Альберт Холле, и Интернешнл. В общей массе, в общей массе, по разным возрастным группам, в общем, такая для меня удручающая картина. Потому что я видел и другое, мне есть чем сравнить. И мы можем, конечно, заявлять и объявлять, что ой, какие прекрасные пары. Да, они, наверное, прекрасные пары, все честно трудятся, все честно стараются, никого ни в чем не могу обвинить. Ну, вот я буквально вчера посмотрел, мы с супругой посмотрели по телевидению Кубок Кремля. Ну, тут выходит, и я могу сказать, что положительные. Все сильные пары. Я там не видел ни одной из слабой пары. Они сильные, но я, у меня нет оснований сравнить с теми парами. Ну, древние греки еще говорили все лучшее в прошлом. С сравнить с теми парами, которые несли что-то большее, чем просто силу, или, как у нас любят говорить, энергетику. Ты не получаешь здесь ничего. Ну, да, бегают атлеты, я могу им аплодировать. Там, в этом положено, очень много труда, я вижу, физического. Но, если говорить, и там есть поползновение, сделать в каких-то танцах, придать этим танцам какой-то флер искусства, как будто бы там искусства нет. А пары, во все времена были хорошие пары и слабые, скажем так. Но от этих пар не получаешь того тепла, воздуха, которое тебя ничего не греет. Ты можешь, ну, вот это, ой, молодцы, здесь хорошие. Вот тут коленочки выпрямили, браво-браво, носочки все тянут. Ну, еще лучшее. Чудесно. Ты ничего, кроме этого, не получаешь. Знакомое чувство. Не знаю, пойдет в видео или нет, а я скажу вот с точки зрения специалиста по движению, скажем так, энокинезиолога сейчас учусь. Потому что убрали естественную механику. Когда люди могут вестись, вести естественным способом, они мучаются. То есть они переживают. Преодолевают. Да, переживают танец на паркете. Да, они танцуют не... Ведь на чем основана техника? В латиноамериканских, европейских танцах. А техника основана на естественных законах природы, физики. И если танцоры против этих законов действуют, им приходится преодолевать это. И то, что я вижу, результат, если говорить, допустим, есть такое понятие выразительная станция. И очень часто специалисты... Вот этот танцор выразительный, а этот невыразительный. Не знаю, интересно, а что выразительный. Выразительность тренирует, мне это ощущение, тренирует выразительность лица. А тело невыразительное. А тело не может быть выразительным, если оно физически зажато. Когда я танцую, когда я пыжусь, надуваю грудь, и я там из себя хочу что-то сделать, я уже не выраз... Нет, ну это тоже такая... Вот именно что выразительное. Это выразительное. Да, это выражает то, что... Вопрос, что выражает. Что выражает. Я зажат. Я зажат, и я своим телом очень часто... А дальше уже идет другой вопрос, больной. В музыке этого нет. Это я на тему могу рассказать анекдот. Сидят муж и жена у телевизора, смотрят больные танцы. Муж говорит, Роза, но они же танцуют не в музыку. А жена им отвечает, Сема, ты либо смотри, либо слушай. Совершенно верно. Это анекдот у нас родился вон там, он перед телевизором мне Ивета сказала, ты либо смотри, либо слушай. И я решил, что это анекдот будет. Музыка одно, а ты видишь, у тебя гармонии нет. Видео и слышу. Не сходится. В последнее время особенно страшное дело, когда вернули инструментальную музыку на турниры. Вы знаете... А все привыкли подбить. Вы знаете, что вы имеете в виду, что оркестр вернулся? Это был такой прикол, когда Цара образовала, они доиграли Электронка лет 5. Клубня, грубо говоря. А потом они вернули классические вольные... Блэкпул, ЮКей, Митчел Ростоне, Эванс. Бегали они как под цветы, как и учили. И вот этот код, где-то полтора, это просто на турнирах. Только слушай, смотреть не надо. Смотрите, посмотри. Вы знаете, я на эту тему могу сказать, что вот на конкурсы смотришь, детские группы, ой, заиграла, Блэкпул заиграл, Тони Эванс, Митчел Рост. Как выходят взрослые танцоры, играют музыка, и я вообще не очень понимаю. Звукоператоры, это им на утку поддано. Вот как они понимают, так и играют. Четыре четверти, это значит ча-ча-ча. Да. Но там акценты не те абсолютно. Ну, не те. Чем хорош Тони Эванс, Митчел Рост, там Impressed Orchestra, сейчас еще один появился новый оркестр. Они помогают танцорам, они расставляют верные акценты, и появляется динамика тогда. Если танцор с ушами, у него все в порядке, и у него есть связь со всем остальным, получается гармоничное восприятие. И танцору тогда меньше приходится преодолевать, если он верно обучен. Технически. Да, конечно. В свое время мы с партнером пришли к такому ощущению сначала, на уровне ощущений как-то так показалось сначала, что когда танцуешь под электронную музыку, модную, попсовую, которая была обработана именно по четыре четверти диджеями, диджей Макси был в свое время известен, и танцуешь под инструментальную музыку, физически легче исполнять предписанные технические действия. То есть определенное время у нас есть для наступания, определенное время для переноса веса. Конечно, безусловно. В электронной музыке есть какая-то проблема с этим. То ли сжатие используется. Мы в ближайшее время... Я не могу сейчас, я не вникал в этот вопрос. Если подходит электронная музыка, это же все зависит. Какая должна быть музыка? Электронная или оркестровая? Любая, но талантливая. Электронная тоже может быть. И корректная все-таки по ритмическому рисунку. И по ритмике. Там очень много вещей. И не только по ритмическому. Ведь есть... Вот играют румбы, там 10 румб. Но у них все равно у всех разное настроение, разные инструменты. Тромбон, он дает одно настроение. А труба такая одинокая, она дает другое настроение. Женский голос, это третье настроение. Мужское, другое настроение. Это не только от ритма зависит. Сегодня самбо ставят арабские мелодии. Но это про другое арабские. Это ориентальные танцы. Это не про самбо. А это тоже вносит, определенно должно вносить колорит. И талантливый танцор, в общем-то, он должен реагировать на... Если, окей, все, такое самбо поставили. Я не выбираю. Я танцую на турнире. Ну, тогда я должен как-то, по всей видимости, отнестись к этой музыке с чувством юмора, не юмора, я не знаю. А не, как говорят сейчас ведущие специалисты, а не фигачить. Вопрос в том, если говорить по поводу музыки. Есть хорошая музыка, которая помогает мне танцевать. Есть плохая музыка, которая не то, что не помогает. Она мне мешает танцевать. И на занятиях я избегаю этой музыки. И я стараюсь играть, воспроизводить только хорошую музыку. То, что я считаю хорошей. Опять, я не Копенгаген. Возможно, я не прав. Я исхожу из своего вкуса. Все, что мы делаем, это вкус. Наш вкус. По поводу музыки. С тренером мы обсуждали, с нашим наставником в свое время, момент, вот как раз был пик популярной музыки, технообработанной под самбу особенно. А в самбе ведь очень много ударов второстепенных. Ну, как бы я не музыкант, я не знаю, как точно они называются. И вообще, как в музыкальной теории. Для музыкальной теории мне нужен специалист. В ближайшее время, я надеюсь, кто-то сможет нам помочь с этим. Обсуждали. Если нету, например, мелких ударов, 1-4, 1-8 не отыгрывается. Должен ли танцор танцевать в теле это? Или придумать удар надо? Должен. Вы знаете, когда-то я первый раз увидел Станислава Людмила Поповых, я тогда занимался полгода бальными танцами, это было во Владивостоке, и они, я подсматривал, они разминались, без музыки. И я, так для меня, я увидел, что они танцуют танец ча-ча-ча. То, что я сегодня вижу, а даже в музыку, даже которая помогает, я по структуре шагов, я не очень понимаю, то есть, танцоры не, я не говорю о всех танцорах, я говорю опять о тенденции, о тренде, об общей массе. Есть очень хорошие танцоры, я снимаю перед ними шляпы, их мало, но они есть. Когда они не понимают, что такое длительность удара. Что для меня класс танцора, это когда танцор, находясь на опорной ноге, может совершить большое количество действий. Они не понимают, танцоры, что есть начало шага, что есть конец шага, что он заканчивается шаг, начинается следующий шаг. И в это время я могу, я, я не могу уже, он должен создать те действия, которые создадут в его теле этот ритм. Чтобы опять сходилась музыка визуальная, то есть то, что я слышу, и визуальная сходилась. Конечно, танцор должен понимать эти вещи и создавать, чтобы не просто было раз-два, раз-два. Игорь, а если играет при этом раз-два музыка, как поступать? Ты будешь не музыкальным, получается, если это был клубом моушен, будешь танцевать? Почему? Если ты будешь наступать раз-два, раз-два, и делать те действия, которые нужно производить с тобой, те действия, которые нужно производить, пелвис, центр, подбирать бедра, убирать бедра, раскрывать ноги, принимать, собирать ноги. Если ты это будешь делать в течение этого раз-два, раз-два, пожалуйста. То есть ты не будешь слишком для этой музыки много движения исполнять? Внутри тела? Ну да. Чем больше из работы в теле, тем лучше. Если мы говорим о латиноамериканской танце, чем больше, тем лучше, конечно. В интернете давно казусы начались, когда просматриваешь видео. Многие люди, наверное, так делают, там, в метро, в автобусе, на выключенном звуке. Многие пишут в комментариях, а какой это танец? Абсолютно верно, абсолютно верно. Вот если взять ча-ча-ча и самбо, выключишь звук, ты не поймешь. Только когда пара рванет на променадный бег, ах, ну слава богу, это самбо, все, догнал. Абсолютно непонятно. Как бы характер вальса, это все-таки ритм музыкальной разной речи и отвертия. А у нас очень много прям... Когда фигуру фокстротные исполняют... Стоп, я понял, вы говорите о другом. Вы говорите о том, что это другая тема. Очень много засинкопированных фигур. Первая синкопированная фигура, которая изучается, это виск. Раз, два и три, четыре шага в трехдольном такте. Три доли. А сейчас, чтобы создать динамику, за которую все гоняются, вариации усложняются за счет того, что добавляются лишние фигуры, лишние шаги. Не в том плане, что фигуры медленного фокстрота исполняются в вальсе. Нет, это вальсовые фигуры, но там добавляются лишние шаги. И когда, допустим, если взять восемь тактов, и вот этот раз, два и три, и раз, и два и три, раз, и получается, теряется главное. Теряется медленный вальс. Ровно та же история происходит с медленным фокстротом. Фокстрот называется медленный. На самом деле, там от медленного ничего не осталось. Я недавно судил турнир. Я вот смотрю, молодежь, взрослые, профессионалы. Одна пара, вот одна, я у одной по крайней мере пары увидел попытку после перо, шаг перо, в самом начале станцевать, левый поворот. Нет, все, в основном, этот тренд перо, и начинается сразу с трех фоловеев, и дальше погнали до угла. По длинной стороне. По длинной, прибежали, там постояли, зрители здесь, здесь, здесь делали. Мальчик прогнулся, девочка прогнулся, побежала до следующего угла. И чтобы найти пару, которая танцует slow, quick, quick, slow, 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 вы не найдете. Потому что это не динамично. Они динамичны потому, что пары не умеют двигаться. Шаг сделать. Двигаться, абсолютно верно. Поэтому они, не они, а тренеры, компенсируют это неумение своего ученика усложнением фигур. А если еще добавить туда свеев, зачастую нелогичных абсолютно. Поэтому вам кажется, что они исполняют фигуры медленного фокстрота? Нет. Предполагается, что это медленный вальс. Если табличку повесить. Ну да. Ну музыка играет, но вижу, три четверти, все. Если бы какой-нибудь сейчас здесь бы вдруг у нас образовался Хилтон. Эли Синкинсон. Эли Джон Ууд. Эли Джон Ууд. Эли Джон Ууд. Он вот на этом паркете с маленькими шагами они бы станцевали медленный фокстрот. Дело не в величине, то-то и оно, что дело не в величине шага, а в качестве шага. Что в это вкладываешь? Какое умение? Вы бы увидели здесь медленный фокстрот. А когда выходят на большую площадку танцоры, они видят, что мне до того угла нужно разложить свою вариацию до того угла. Они начинают не теми приемами пользоваться, они не пользуются стопой. Те танцоры, которые бегут, опять еще раз говорю, есть танцоры очень хорошего класса. И у нас в России в том числе. Их мало. Их мало. Общее положение дел, что танцоры не понимают, что такое длительность шага. А это техника. Компактные. Компактные. Абсолютно верно. Что происходит на турнире? Абсолютно верно. Я не успеваю наступать. Пара танцует не в тайминге. Это вы вот не глядя, нажмите любой, вот не глядя, любой турнир, начиная от юниоров и заканчивая, прошу меня извинить, профессионалами, вы увидите, что они не успевают. Они не в тайминге. Многие пары, большинство, за исключением некоторых, я все время делаю, за исключением некоторых. Они быстрые шаги делают в динамике медленных шагов. Они делают ровно в той же динамике. Они хотят быстрыми, но они не хотят ускорять ножки свои. И они не успевают. Это, на мой непросвещенный взгляд. Пользуются тем, я много очень по латине смотрела, мы сами латиной занимаемся преимущественно. Пользуются тем, что музыка достаточно быстрая и, в принципе, незаметна. У зрителей общая картина заметна. Ну, незаметно неподкованному глазу, что там вообще происходит в ногах. То есть танцор очень часто под весом своего тела, под силой гравитации падает вперед и под себя уже ножки подставляет. Как вы глубоко копаете, вы уже не копаете. Это никому не нужно. Я забыл. Оперный певец испанский. Он очень точно сказал, что сегодня век визуализации. Важна картинка. Важна картинка. Все должно быть громко и ярко. Громко и ярко. И кто там будет вникать. Успеваете вы наступать, не успеваете. Если вы сумеете поднять пыль, если вы сумеете привлечь в себе внимание, судьи будут это отмечать. Однако же зрителя не обманешь. По крайней мере, я наблюдаю в большинстве, когда от кого-то далекого от мира бальных танцев, что-то слышишь о бальных танцах, всегда в пример приводят кого-то последнего из поколения Славика Криклиева. А бальные танцы же это красиво, и мне показывают показательную румбу Карина и Славика. Дальше люди, я сейчас тоже скажу неполиткорректно, определенного уровня образования, они не смотрят бальные танцы, которые были уже позже. Они не знают, что сейчас с ними происходит. Они как-то отошли тоже от этого и не занимаются. Люди бросают из-за этого многие. Из-за того, что вот эта картинка, которая сейчас, она не близка и к пониманию бальных танцев, вообще классических танцев. Вы в определенном мире, я понимаю, вас слышу, в определенном мире правы по поводу, что зрители не обманешь. Сейчас вот в Альберт Холле Душин и Валерия Драгович в Стандарте их объявили третьими. Зал их так принимал и не давал объявлять даже следующие результаты. То есть зрители действительно не обманешь. Это такой вопрос очень скользкий. Если приводить аналогию с театром, это Станиславский сказал, что мы не должны идти на поводу у зрителя, мы должны поднимать зрителя за собой. А сейчас танцоры, они больше развлекают зрителя. Вот, кстати, на тему спорта и искусства. Скажите, пожалуйста, вы где-нибудь на спортивных соревнованиях видели столик? Ну, я к чему это говорю? И приходят люди, у них стоит вино, виноград, шоколад. И они приходят просто посмотреть на красивых женщин, на красивых мужчин. Чего они там танцуют? Падает у них куда-то тело? Не падает. Успели они там станцевать, создать в опорной ноге? Да какая им разница? Он полуголые девчонки, красивые платья, красивые. О чем вы говорите? Кому это надо? Нет, и тут вы говорите... Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите об идеальном. Этого уже нет. Идеального, чтобы смаковать каждый шаг, каждое действие. Вы говорите об утонченности, об изысканности. Этих танцоров нет. И картинка не та. Конечно, не та. Бальные танцы не в вакууме. То же самое и в кино, и в опере, и в балете, и там еще в каких видах искусства. Ровно то же самое. Ровно то же самое. Примитивно, вульгарно, пошло, дешево. Хотя денег тратится на это очень много, но почему-то это выглядит все... Знаете, у Саммерсета Муэма есть один рассказ. Мне нравится, как он начинается. Она одевалась просто и скромно, что стоило ей немалых денег. У нас здесь стоит все немалых денег, но простоты звенящей, как у Лагерфельда, как у Поко Шанель, здесь нет. Увы и ах. И поэтому, когда бегают эти копыты, и ты не можешь вообще... Кому ноги вообще относятся? Кони, звери. Судьи пырхаются. Ты же понимаешь, они еще должны там разглядывать качество. С тренером поехали на турнир, ну, на большой окружной. И тренер в судейской линейке, стоя, она не заметила вообще, что они выходили. Она поняла, что они не приезжали. То есть она говорит, а вы выходили? Я у меня было такое, танцует мое. Я вот только на втором танце. Свою пару. Да, я думаю, ой, здрасте, где ты видел это лицо-то? Нет, если знать в лицо... Первое, второе, третье, а там уже четвертое, пятое, шестое, ну, неважно. Никаких муксовести. Абсолютно. И не надо мудрствовать, не изображать, не надо изображать из себя умника. Просто отставил и стоишь, наслаждаешься. Музыка, у тебя есть еще полминуты наслаждаться пустым паркетом. У нас анекдоты надо писать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...